Я думаю, 35-40 минут нам хватит. Итак, тема. Последний поход. Не ходи, Суворов, через Альпы, говорил ему Наполеон. Там твои орлы оставят скальпы. У меня там войска миллион. Говорю тебе я, как коллега, Как стратег стратегу говорю. Там твои замерзнут печенеги На конфуз российскому царю. Знаю, ты привык в бою жестоком Добывать Викторию штыком. Но махать под старость Альпинштоком Надо быть последним дураком. Но упрямый, проявляя норов В ратной сформированной борьбе, Александр Васильевич Суворов Про себя подумал. Хрен тебе! И светлейший Грянул, как из пушки, Так, что оборвалось все внутри. Солдатушки, браво, ребятушки, Чудо вы мои, богатыри! Нам ли узурпатора бояться? Бог не выдаст, Не сожрет свинья! Где не пропадала наша, братцы, Делай, православные, как я! И знамением осенившись крестным, Граф по склону первым заскользил. Этот миг на полотне, Известном Суриков, Как мог, изобразил. Так накрылась Карта Бонапарта Не за грош, пардон, не за сантим С той поры мы в зимних видах спорта Делаем француза, как хотим. Ну, это сегодня мы можем пошутить, вспоминая героическую, граничащую с фантастикой страницу военной истории России. А что же на самом деле произошло в заснеженных Альпах 217 лет назад? Зачем Суворов повел свою армию туда? Да еще в такое время, Когда в горах начинаются проливные дожди, снегопады, Бушуют ветры, Когда с катастрофической быстротой Укорачивается день, А ночи становятся длинными и ледяными, Армию в летнем обмундировании повезти туда, Без горного снаряжения, Без надлежащей обуви для хождения по горным тропам, А зачастую и без них, А по острым камням. Как величайший полководец, находящийся на вершине своей славы, Мог всего этого не предусмотреть и не учесть? Суворов, конечно же, все предусмотрел и все учел, кроме одного. Он не учел предательство. Так какая же трагедия разыгралась в Альпах? Кто был ее организатором? Как русская армия и Суворов стали выше обстоятельств, в которых они оказались? Чем закончился поход этот для русской армии, для Суворова в частности и для России в целом? Вот об этом и пойдет сейчас речь. Итак, заканчивался XVIII век. Европа – это поле битвы, где Англия в союзе с Австрией воюет с Наполеоном. И безуспешно. Наполеон одерживает победу за победой, присваивает себе все новые и новые территории, смещая местных правителей и устанавливая свои порядки. Англия с Австрией, видя безуспешность своих действий, обращаются за помощью к России и в письме официальном к Павлу I просят его для освобождения Италии от французов направить русскую армию. И чтобы ее возглавил не кто-нибудь, а непобедимый великий Суворов. И вот 6 февраля 1799 года в имение к Суворову, это в Новгородской области, Кончанское, Кончанское, совершенно верно, прискакал гонец с письмом от Павла I. Он находился, Суворов, там в Афалии уже второй год. И в этом письме Павел I его уведомляет, что на предложение союзников его Павлу дело согласиться, а твое дело спасать. Воюй, как умеешь. Не буду рассказывать подробно о итальянском походе, потому что тема у нас другая, но скажу только одно, что все, что австрийцы потеряли за два с лишним года в войне с Наполеоном, Суворов им вернул за 4 месяца. Итальянцы с восторгом принимали Суворова, русскую армию, и был даже такой эпизод, когда миланцы из кареты, в которой ехал Суворов, выпрягли лошадей и понесли на руках эту карету вместе с Суворовым. Австрийцы, которые, когда вот шли эти все военные действия, перед этим приносили ему массу своих планов разных военных. Но ведь до этого они проигрывали все битвы, все, что только можно и нельзя. Поэтому эти планы, Суворов ставил на них крест и отбрасывал. И говорил так, я начну вот здесь, а где я закончу, знает об этом только Бог. И так оно в конце концов и вышло. Даже Суворов не знал, чем для него все это закончится. И австрийцы мечтали как можно быстрее выпроводить Суворова вместе с русской армией из Италии. И они обращаются снова к Павлу Первому с новой просьбой, чтобы Суворов продолжил войну с Францией и освободил им теперь еще и Швейцарию. А для этого нужна самая малость. Надо разбить армию французскую, стотысячную, во главе которой стоит генерал Массена. Вот для этой цели, чтобы разбить эту стотысячную армию, было принято решение соединить, объединить силы трех армий. Русской армии римского Корсакова, которая уже отправилась в Швейцарию. У него было 24 тысячи штыков. Армия Суворова, у которого было немножко, чуть больше 20 тысяч. И третья армия, это армия эрцгерцога австрийского Карла, у которого было 50 тысяч. Вот эти три армии должны были соединиться в швейцарском городе Швиц. И путь в этот город шел через Альпы. Но тут надо отметить очень важную вещь. Вот этот маршрут, по которому должна была пройти русская армия во главе с Суворовым, он разрабатывался не Суворовым, и не в России. Он был разработан в Венском штабе генеральном, то есть в Австрии, и утвержден императором австрийским. Поэтому Суворов не имел права никуда отклониться, он должен был строго следовать по этому маршруту. Маршрут этот выглядел так. Он должен был перейти через Сен-Гатарский перевал с вершиной 2091 метр, потом перейти через реку Рейс, а ее можно было пересечь только в одном месте, где чертов мост, потом войти в местечко Альдорф, спуститься к Люцернскому озеру, вокруг которого накатанная хорошая дорога прямо в Швиц. Вот поэтому Суворов и двинулся к Альпам, и 4 сентября он был в предгорьях Альп. Это по старому стилю. По-новому это было 15 сентября, ибо 217 лет назад разница между стилями составляла не 13 дней, как сейчас, а 11. 4 плюс 11 – 15. Вот в этом месте он должен был получить обоз, это 1500 мулов, и продовольствие, которое должно было находиться во вьюках, и вот мулы должны были нести все это. Но к своему изумлению и возмущению, придя в это место, он не нашел ничего. Вообще во всех битвах, военных действиях за хозяйственную часть отвечал сам Суворов, потому что они настолько связаны, что невозможно. Но в данной ситуации за хозяйственную часть отвечал австрийский генерал. Но все последующие события показали, что это было не следствием разгильдяйства, а это было начало хорошо спланированной коварной операции по уничтожению Суворова и русской армии. Суворов вынужден был ждать. Проходит... А ведь победу обеспечивал Суворов чем? Скоростью, натиском, внезапностью. И тут он, все, что он как бы наработал, потому что они делали очень серьезный переход, он все потерял. Он ждет день, сутки, двое, трое, четверо, пятый. И только к концу пятых суток ему дали из 1500 мылов, ему дали аж 400. Это четвертая часть. И урезанный провиант. Больше он ждать не мог. И по новому стилю, 21 сентября, а он планировал прийти в Швиц за трое суток. То есть, придя 15-го, он должен был уже 17-го, 18-го быть в Швицце. А тут он только 21-го отправляется непосредственно в горы. Последуем и мы вслед за Суворовым. Уже... А, и еще момент. Пока он стоял и ждал пять суток, по всему маршруту, который уже был известен французам, были рассредоточены французские войска. Но Суворов об этом не знал. Хотя была договоренность, что австрийские курьеры ежедневно будут ему давать сведения о передвижении французских войск. Ничего этого сделано не было. Уже в горах ему сказали, что путь на Сен-Гаттарт закрыт. Он огляделся. Грозный вид. По скалам в пропасти сползали и пропадали облака. Орел внизу парил устало, и узкая, как нож река, с камней срываясь, глокотала. Тогда, обращаясь к солдатам, он крикнул, «Русские снега! От нас далеко! Что ж, ребята, возьмем хоть эти у врага!» Скользя, взбираясь вверх по тропке, Суворов объезжал отряд. На вьючной лошади в коробке Везли и жезл, и ордена. Они нужнее ему в столице С одним Георгием в петлице В мундире грубого сукна Он проскакал вперед, по мосту. Дощечки тонкие тряслись, Свистали пули, Авангарды уже с французами сошлись И первый натиск задержали. Так начинался Сен-Гаттарт. По черным скалам стлался дым. Уж третий час, как батальоны, Вслед за фельдмаршалом своим Карабкались по горным склонам. Скользили ноги лошадей, Вьюки и люди вниз летели. Француз на выбор бил. Потери давно за тысячу людей. Темнело, а Багратион Еще не обошел француза. Он бросил лошадей и грузы, Взял гренадерский батальон И сам повел его по кручам Глубоко в тыл. Весь день с утра Они ползли все ближе к тучам. Со скал сдували их ветра. С откосов обрывался камень. Обрыв дорогу преграждал. Вгрызаясь в трещины штыками, Они ползли. Суворов ждал. А время шло. Тумана клочья Сползали на горы. Беда! Фельдмаршал приказал Хоть ночью быть в Сен-Готарде. И когда Последний Заходящий луч Уже блеснул за облаками, Край солнца Подцепив штыками, Там, где ни тропок, Ни следов, От ветра, Как орлы крылатые, Стоят на гребне Синих льдов Багратионовы Солдаты. Француз Бежал. Я прочла отрывок Из поэмы Знаменитой Суворов Константина Симонова. Но я должна Вам сказать, Что не умаляя Ни на йоту Красоты И достоинств Этой поэмы В этой части Константин Симонов Своего читателя Вводит в заблуждение. В чем Это заблуждение Заключается? Он говорит о том, Что Сен-Готард Начинался Одновременно Со взятием Чёртова моста. Это совершенно Не так. Почему? Сен-Готард Открывает Путь в Швейцарию. Он находится На территории Италии. И эти битвы За Сен-Готард И за Чёртов мост Это две Абсолютно Разные битвы. По характеру, По географии, По времени. Сен-Готард Был взят С третьего приступа 25 сентября. А потом Спустившись Сен-Готарда До Чёртова моста Надо топать Ещё 12 километров. Но И битва За Чёртов мост Произошла 27 сентября. И Очень жалко, Что Константин Симонов Чёртову мосту Всего уделил Две строчки. Он проскакал Вперёд по мосту, Дощечки тонкие И тряслись. Талант Константина Симонова, Конечно, Позволял ему Написать, Описать Эту битву. И это стоило Того. Потому что Взятие Чёртова моста Произвело В Европе Такую сенсацию, Как полёт Гагарина В космос. Почему Сейчас Надо Остановиться И рассказать, Что же Такое Этот Чёртов мост. Не доходя До Чёртова моста Метров Триста Возникает Перед взором Огромная Высоченная Скала И эту скалу Обойти Невозможно. Там нет Даже узенького Карнизика. Даже стопу Нельзя поставить. И она Отвесно Уходит Вниз И упирается В дно Ущелья По которому С грохочущим Рёвом Несётся Река Рейс. И вот Попасть На Чёртов мост Можно только Через скалу В которой В которой Была Прорублена Дыра Так называемая Урзернская Дыра. В то время Она была узкая Потом её Расширили. А тогда Только в некоторых Местах Она доходила До двух метров И по ней Можно было Идти Только одному Человеку Одному Солдату Сувьюком Длина Этого Тоннеля 65 метров Но Французы Хотя И знали Что они Имеют Дело С Суворовым И кто Такой Суворов Всё-таки Его недооценили Потому Что Они Абсолютно Были уверены Что Чёртов Мост взять Невозможно Потому Что С обратной Стороны Туннеля Засели Французы И на Противоположной Стороне Реки Рейс На широком Плато Тоже находились Французы Мало того Они ещё и пушку Поставили в эту Дыру И поэтому Уничтожить Армию Мог Один Взвод Французов По одному Человек Выбегает И они Его в упор Стреляют Но они Всё равно Недооценили Суворова Суворов Формирует Два отряда Из добровольцев 200 человек И 300 человек Непостижимым Способом Это надо Представить Какие это Были богатыри Что смогли Пройти там Где пройти Невозможно Без горного Снаряжения Спуститься С высоты Десятиэтажного Дома Один отряд Спустился Вниз Обошёл Эту скалу И опять Поднялся На Крышу Можно сказать Десятиэтажного Дома А второй Отряд Умудрился Забраться На эту скалу И они Уж Как они там Согласованы Они свалились На головы Этим Французам И Конечно же Их Уничтожили Те Которые Были На плато Все Все Двинулись По мосту Но Все Это Было Проходило Под Градом Пуль Потому Что С обеих Сторон Стреляли И С этой Стороны Реки Рейч Стреляли Во Французов Французы В Наших Стреляли И Тем Не Менее Французам Удалось Взорвать Мост Образовалась Огромная Пробоина Мост Как раз Был в том Месте Где Рейс Падает С высоты 60 метров А Мост Находился На высоте 23 метра Это Две Десяти Метровых Вышки Когда Показывают Нам Как Прыгуны Прыгают С Десяти Метровой Вышки Это Две Таких Вышки Поставите Еще И Три Но Двигаться По этому Мосту Было Невозможно Но К счастью Возле Тоннеля Оказалось Что Стоит Сарай Из Деревянных Бровен Русские Моментально Разобрали Этот Сарай На Бревна Офицеры Сняли С себя Шарфы Этими Шарфами Перевязали Эти Бревна Сделали Настил Перекинули Его через Эту Дыру И Двинулись Солдаты Когда Они Прогнали С плато Французов Тогда Они Уже Укрепили Этот Настил Потому Что По нему Должны Были Уже Ити Лошади И пушки Должны Были Тащить Таким Образом Казалось Бы Все Сен Готард Взят Чертов Мост Взят Они Вошли В Альдорф Спустились К Лицернскому Озеру И что Ужас Можно Было Сойти С ума Дороги Не то что Дороги Даже Намека На тропу Не было Как тут Не вспомнить Ивана Сусанина Который Завел Поляков В лесную Чащобу В болото Но он Он то Завел Врагов А здесь Австрийцы Подсунули ему Ложную карту И завели Его в тупик Надо сказать Что конечно Было Отчего Прийти В отчаяние Но Суворов Верный Своему Долгу Понимал Что он Не может Отказаться От Выполнения Задания А задание Было Прийти в Швиц Его там Ждал Римский Корсаков И Эрцгерцог Карл Поэтому Он Начинает Искать Пути Дороги В Швиц В Швиц Можно попасть Только через Мутенскую Долину В Мутенскую Долину Ведут Две Тропы С Очень тяжелыми Перевалами Еще Один Еще выше Чем Сен-Гатарский Другой Заснеженный Перевал Куда даже Охотники Редко ходят В это время Уже Когда он Заснеженный Чуть Чуть Ниже На 20 Метров Чем Сен-Гатарт И Поскольку Времени Уже Потеряно Много Невзирая На то Что Солдаты Уже Из моря На этими Тяжелейшими Битвами Голодные Холодные Они Тем не менее Делают Марш Бросок И эти 18 Километров Тяжелейшего Пути Они Проходят За 12 Часов Это Горный Это Горный Перевал Всего 12 Часов Причем Они Даже Выходят Из этого Это Перевал Так называемый Рашток Они Выходят Даже В него На него Прямо Когда они Пришли В этот Альдорф Тут же Вечером Они И пошли Суворов Пытался Наверстать Упущенное Время Хочется Еще Конечно Но Это Как бы Назад Надо Возвращаться Ладно Не Буду Читать Зная Уже Коварство И Австрийцев И Французов Зная Что За Каждым Камнем Его Поджидают Французы Он Посылает Разведку И Разведка Ему Доносит Неутешительную Весть На подходах К Мутенской Долине Там Стоит Армия Разбросана 10 тысяч Французов А в самой Мутенской Долине Не менее 15 тысяч Суворов На Он Понимает Что Бой Неизбежен Иначе Не войти В Мутен И значит Не пройти В Швиц Он 7 с половиной Тысяч Бросает В этот Бой Разбивают Французов На подходах А В Мутенской Долине Они вообще Сваливаются На голову Французам И что Интересно В этой Битве Два Интересных Момента Оказывается В этой Мутенской Долине Ох Уже Находится Масена Позвольте Каким Образом Ведь Суворов Идет на Соединение С двумя Армиями Чтобы дать Ему Бой Масене Под Цюрихом А он Уже В Мутенской Долине Каким Образом Как Это один Момент Сейчас Мы уже Подходим К развязке Этой Трагедии А второй Момент В этой Мутенской Долине Очень Отличился Милорадович Который Станет Потом Впоследствии Героем Великой Отечественной Войны При битве Бородино В битве При Бородино И которого Убьют Декабристы На Сенатской Площади В него Выстрелит Он Будучи Уже Генерал Губернатором Петербурга В него Выстрелит Петр Каховский А дело Завершит Оболенский Проткнув Его Насквозь В спину Штыком Так вот Здесь Милорадович Очень Сделал Интересный Маневр Поскольку Это Долина В это Время Все виноградники Еще пышные Зеленые И вот За каждым Кустиком Этого Виноградника Расположились Русские Солдаты А Милорадович Со своим Отрядом Набросился На французов Потом Сделал Вид Что он Отступает Повел Побежал В эти Они Поскакали В эти Виноградники И потом По его Сигналу Русский Отряд Расступился В стороны И французы Оказались Под шквальным Огнем В этой Битве Французов Было убито Шесть тысяч Очень много Было ранено А В плен Было взято Почти Три тысячи Две тысячи Семьсот Семьсот Семьдесят Французов Зачем Будет Понятно Потом Ну и Много пушек Захватили И всего И вот Остальные Французы Бежали Продвавшись В город Галарус Суворов Со своим Штабом Останавливается В женском Монастыре Святого Иосифа И вот Здесь Он Получает Потрясающую Весть Оказывается Ему не надо Было Швицати Еще Армии Армию Римского Корсакова В четыре Раза Меньше Армии Римского Римский Корсаков Был Разбит И Бежал И Страшные Жертвы Столько Крови Столько Страданий И все Он узнал От Мутентальского Шпиона Что Римский Корсаков Бежал Оставив Пушки И Знамена Что Все Союзники Ушли Кругом Австрийская Измена И В сердце Вражеской Земли Ему Едва Уйти От Плена А Ужас Состоял В том Что Когда Французы Бежали К ним Там Еще Подошли Войска И Суворов Был Окружен Восьмидесяти Тысячным Войском Армей А у него Уже Тысяч Семнадцать Осталось Наверное Человек А может быть И того Меньше И Сердце Вражеской Земли Едва Лютина От Плена Что Значит Плен Полвека Он учил Полки И батальоны Что Есть слова Давать Пардон И Нету Слов Просить Пардона Пардоном Не Переучиваться Им Так Может Подчиниться Роху И Приказать Войскам Своим Идти В обратную Дорогу Но Он Учил Из Года В год Что Есть слова Идти Вперед И Нету Слова Отступления Он Пора В поход В юки Торочить Он Верит Для его Солдат И долгий Путь Вперед Короче Короткого Пути Назад Наутро Созван Был Совет Все Генералы Крепко Спали Когда Фельдмаршал Встав Чуть Свет Пошел Бродить По Мутенталю А зачем Он пошел Бродить Ну не Подышать Же Свежим Воздухом Прежде Чем Выслушать Своих Генералов Он Хотел Составить Своё Личное Мнение О том Какой Дух Царит В армии Физическое Состояние Он Знал Но Все Победы Суворовцев Это были Прежде всего Победы Русского Духа Поэтому Он Хотел Почувствовать Этот Дух И вот Он Пошел Бродить По Мутенталю В Отряде Больше Нет Камням Кто Смог Обрывки Голенища Бечёвкой Прикрутил Ступням Где Повалились Там И спали Иные Встав Уже С утра Сырые Корешки Копали Сбирали Ветки Для Костра И Шкуру Павшего Мула Штыками На Куски Делили И Навернув На Шампала На Угольях Полили Пусты Сухарные Мешки Ремнем Затянуты Покорно Гудят Голодные Кишки Как Бренадёрская Волторна Поправив Драную Одежду Встают Солдаты С мест Своих И Смотрят На него С надеждой Как будто Он Накормит Их Но Сам Он Тоже Корки Гложет Он Не Христос Он Генерал Из Корок Чёрт Бы Их Подрал Он Сто Хлебов Испечь Не Может Он Видел Раны Смерть Больницы Но Может Прошибить Слеза Когда Глядишь На Эти Лица На Эти Впалые Глаза На Ворохе Гнилой Соломы Стоял У Полковой Казны Солдат Фельдмаршалу Знакомый Чуть Не С Турецкой Ли Войны С Козлуджи Стуртукая Стоит Солдат Ружьё В руках Откуда Выправка Такая Такая Сила В стариках Виски Зачёсаны Седые Ремень Затянут В перехват И пуговицы Золотые Мелком Начищены Горят Как Каменные На Удивление Стоит У Сы Торчком В парадной Форме Поколения А ниже Формы Босиком Подгрёб Себе Клочок Соломы Ногой А ногу Не стучит А день То свеж А ноги Ломит А брюхо Старое Бурчит А на Мундире Десять Дыр Из всех Заплаток Лезет Вата Суворов Подошёл К солдату Взглянул На кивер На мундир Взглянул И на ноги Босые И рукавом Содрав Слезу От ветра Что ли Нам в глазу Спросил Солдата Где Россия Когда Тебя Спросил Суворов Не отвечать Помилуй Бог И Гренадёр Без разговора Махнул Рукою На Восток Суворов Смерил Долгим Взором Отроги Пики Ледники По направлению Руки На Сотни Вёрст Тянулись Горы Чтоб Через них Пробиться Грудью Придётся Многим Лечь Жесток Путь Через Альпы На Восток Вздымая На Горбу Орудия Влезать Под снегом Под Дождём На Сто Соженные Обрывы И Всё-таки Ты Прав Служивый Как Показал Так И Пойдём С Рассветом Возвратившись В дом Где Ждал Совет Его Впервые Он Все Отличия Боевые Велел Достать Себе С Трудом Надел Фельдмаршальский Парадный Мундир Из Тонкого Сукна Поверх Мундира Все Награды Все Звёзды Ленты Ордена Подол На Орденские Ленты Пылинки С обшлагов Стряхнул Потом Поправив Эпалеты С усмешкой На ноги Взглянул Не лучше Своего Солдата Стоял Он Чуть Не Босиком Обрывком Прелого Шпагата Подошва Сшита Спередком Еще Спасибо Верный Прошка Как только Станешь На привал Глядишь Что плащ Сошел Немножко То Сапоги Поврачевал За дверью Ждали Господа Полковники И генералы Его Счастливая Звезда Их Под Знамена Собирала Удача Войска Едва Бредут Устав Устав Что-то Горы Крутые Фельдмаршал Старк А горы Крутые Но Это Все До Той Минуты Как Он Явился Увидав Его Упрямо Сжатый Рот Его Херсонский Плащ В заплатах Его Летящую Вперед Походку Старого Солдата И волосы Его седые И огненные Как глаза По Стариковски Молодые Двадцатилетние Глаза Все Поняли Скорей Без Крова В чужой Земле Старик Умрет Чем Сменит На другое Слово Своё Любимое Вперед И вот Здесь Я должна Сказать Что Вот этот Совет Состоялся Четвёртого Сентября Вот В этом же Монстре И Там Суворов Выступил Со своей Короткой Обратился Со своей Короткой Речью К своим Соратникам И сказал Буквально Следующее Чтобы не ошибиться Я помню Но я всё-таки Откажу Мы Кстати Мы должны Быть благодарны Потому что До нас Дошла Эта речь Багратиону Потому что Багратион Записал Эту речь Слово В слово Мы окружены Горами Окружены Врагом Сильным Возгордившись Возгордившейся Победой Своей Русские Русские Войска Никогда Не были В таком Гибелью Грозящем Положении Нет Это уже Не измена Это Предательство Рассчитанное Предательство Нас Столько Крови Проливших За спасение Австрии Помощи Теперь Ждать Нет Кого Одна Надежда На Бога Другая На Величайшую Храбрость И Величайшее Самоотвержение Войск Нам Предстоят Труды Величайшие Небывалые В мире Мы На краю Пропасти Но Мы Русские С нами Бог Спасите Спасите Честь И Достояние России Ее Самодержца Спасите Сына Его О каком Сыне Речь идет А рядом Суворовым В этом Походе Был сын Павла Первого Константин Константин Павлович Который Впоследствии Уже При Александре Первым Откажется От престола Наследия Так вот Спасите Сына Его В ответ На эту Речь Встал Самый Старший Из всех Генералов Подчиненных Суворову Дерфельдин И сказал Буквально Следующее Все Перенесем Не Посрамим Русского Оружие Веди Нас Куда Думаешь Делай Что Знаешь Мы Твои Отец Мы Русские Суворов Был Очень Расстроган Его Речью И Сказал Спасибо Спасибо Разобьем Врага Тут даже Многоточие У Багратиона Потому что Суворов Прослезился Он даже Не мог Он Прерываясь Говорил Спасибо Спасибо Разобьем Врага И победа Над ним Над Коварством Будет Победа И вот На этом Совете Было Принято Решение Все Доступные Перевалы Были Перекрыты Французами И Оставался Только Один Перевал Очень Сложный Очень Тяжелый Так называемый Рингенкопфе И надо было Взойти На гору Паникс Вот о которой Суриков Написал Картину Но Этот перевал Был свободен От неприятеля Воевать уже Было невозможно Уже было нечем Воевать И был Выбран Этот путь И чтобы Французы Не догадались Что Русских Уже в Мутенской Долине Нет Они вышли В ночь Представляете В горах Они вышли Четвертого Числа В ночь На пятое Они Двинулись На этот Перевал Но Они с собой Еще повели И французов 2770 человек Пленных Потому что Он их вел Как живое Свидетельство Всего того Что произошло Ведь Иначе Никто Ничего доказать Не мог Не эти битвы Которые были Там И на Сен-Готарде И на Чертовом Мосте На Мосту Уже заговорилось И В Мутенской Долине И еще там Из Мутенской Долины Они еще Прежде чем Выйти Они еще Очень сильное Сражение Не одно Был там Такой городок Который Шесть раз Переходил Из рук В руки То к французам То к русским Но это Как раз Было на пути К этому перевалу Туда надо было Прорваться И вот Они двинулись На Рингенхопф И как это Описывает Опять Константин Симонов Мы уже Сейчас Заканчиваем Знакомство С поэмой Симонова Суворов И вообще Не только Знакомство Вообще Это выступление На Рингенхопф Последний Горный Перевал На Рингенхопф Пела Вьюга Холодный Ветер Завывал Гуськом Хватаясь Друг за друга Ползли Солдаты Ни кирки Ни Альпенштока Ветер Ветер Чур не Луга Пусть Тропом Пройдут Ветер Ветер Туда Знакомая У альпинистов Альпеншопф Альпеншопф С питанием Альпеншопф Болел тяжело Болел тяжело И Эту Болезнь Он не смог Победить И 6 мая 1800 года Он умер И 18 мая Был похоронен В Благовещенской Церкви Кстати Это Церковь Первая Построенная В Петербурге Еще при Петре Первом Она находится На территории Александра Невской Лавры И Чувствуя Свой Уход Уже Он заказывал Суворов Эпитафию Но он все Отверг И принял Только Гавриила Державина Она гласит Так Здесь Лежит Александр Васильевич Суворов Все Потому что Ничего О Суворове Больше не надо Писать Его Слава Его имя Гремело И продолжает Греметь Орден Суворова В СССР Был учрежден 25 июля 1942 года И Трех степеней И первым Кто был награжден Орденом Суворова Был Василий Михайлович Баданов Который Помог Разбить Паулиса Он Ну это уже Другая история Мы вас изберем Министром обороны Спасибо Наталья А кто хочет Подробно Узнать